Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Вам слово» и сегодня мы приехали в гости к удивительному коллективу. В 2010 году в сельском поселении Отрадинское появилась секция «Трудовая доблесть». Ну что же, я хочу для начала поприветствовать всех вас. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна Серафимовна. Так много людей, и в самом начале хотелось бы, чтобы вы так коротко представили каждую из ваших коллег. Очень приятно. Ну что, девочки, конечно, нас 11 человек в трудовой доблести. Сегодня на сегодняшний день пришли только Гучкова Лидия Павловна. Это заместитель мой. Дальше Алла Андреевна Савченко. Это удивительный человек. Работник птицефабрики до конца мозгов своих. И чтобы Аллочка как бы себя не чувствовала, она всегда говорит, я еще нужна. Я ей все время говорю. И еще слово, девочки, все закройте. Нет такого слова еще. Мы все, наверное, нужны. И теперь, наверное, даже не надо. А потом она вам сама представит. Хорошо? Конечно. А вот Зоя Петровна Балакина, наша дорогая поэтесса. Наша удивительная девочка. Она актив нашего, значит, трудовой доблести. Почему? Потому что мы с ней лично работали 10 лет в Совете ветеранов. А когда Совет ветеранов другой человек взял на службу, то есть как председатель, а я вроде спустила свои бразды и работала только в клубе. И вот Зоя Петровна обязательно куда? Она пошла в ту организацию. Зоенька, а сколько у вас сам человек? 15. 15, а у нас 11. Так, Зоя Петровна, еще и прекрасный работник птицефабрики на кролиководстве. Она себе расскажет. Конечно. Конечно. Ну и... А вот Евдокия Александровна. С ней мы работали при клубе. Это с детьми постоянно отработает на фабрике. У ней уже программа. Сегодня провожаем ребят в армию. Сегодня отправляем детей в школу. Сегодня мы идем в детский сад. Это ее была работа. Она себе расскажет обязательно. Она была и депутатом два раза в городском совете, потом уже отказалась, потому что и дети, и все прочее. Она себе расскажет. Ну и Нон Серафимовна Беречкова. Нон Серафимовна, тогда давайте с вас, наверное, начнем такое более глубокое представление участников секции трудовая добрость. Во-первых, как получилось, что в Атрадницком родилась вот такая организация? Как вы ее возглавили? И вообще, кто вы? Я знаю, что вы заслуженный работник культуры Российской Федерации. Спасибо. Значит, родилась я на победе труда. Это очень было далеко, но в 10 утра 1 мая. Так вот, вероятно, мне и суждено все время везти с флагом. Значит, пришлось мне поработать в Доме культуры Путилкова 38 лет директором Дома культуры. И когда закончилась моя служба в 10-м году, в октябре месяце, пустота. Такая страсть, что невозможно. Никогда такого не бывало, чтобы я не смогла выйти. Я три месяца страдала настолько. Перестрадав, Мария Ефимовна Кузнецова говорит, вот что, дорогая девочка, в Отрадинском поселении нет у нас трудовой доблести. Совет ветеранов есть, а трудовой доблести нет. Итак, 1 января 1911 года я приступаю. 2011, наверное. Да, 2011 года. Да, глубина. Сердце трудовая доблесть, которую я и возглавляю. А как быть? Надо же людей собирать. И опять. А сейчас люди уже в этих годах не так себя чувствуют, чтобы я отдала себя. Это только вот они так могут. А кто вот из присутствующих к вам пришел раньше всех? Раньше всех, вот. Девочка. Без нее я и не могла бы никак. Вот я вам говорила, я 10 лет в ней работала в совете ветеранов. А как получилось так, что решились вот на такой шаг прийти в секцию трудовая доблесть? И вообще, чем до этого занимались? А вот еще раньше она пришла. То есть мыслями. А когда я работала в клубе, они со мной все были. Все-все были. Ну, клич дала. Клич дала. Давайте поговорим о... Каждый расскажет просто о том, как он пришел в эту секцию трудовая доблесть. И чем вообще занимался до этого, да? То есть... До этого были домохозяйки. Да? Все? Да. Нет, кроме Зои. То есть не работали они? Нет. Давайте спросим, наверное. Давай. Лидия Павловна Пуськова. Лидия Павловна, давай, дорогая. Ну, я не знаю, что будет. Честно, у меня все. Кто-нибудь, я попозже. Лидия Павловна, ну, вы до... В молодости где работали? Чем занимались? Ой. Ну, по молодости я жила, во-первых, на Донбассе. До 19 лет жила там. Ну, в настоящее время родственники есть, там еще, о которых я постоянно беспокоюсь в связи с войной. Потом переехала я в Москву. Было немножко трудновато. Я, прежде чем вот сейчас в настоящее время живу нормально, вроде бы как, ну, в течение 20 лет мне пришлось победствовать. Жить негде было, ничего, очень сложно было. А потом я приехала в Красногорск. Вот, жила где, платформа Красногорская, вот этот поселочек был. Вот. Затем я ушла на стройку за жилье. И вот в Красногорске вчернего дома строили. Работала я с каменщиком, помощницей. Вот. А потом получила квартиру, вот здесь, в Путинково. И так вот сейчас живу в Путинково. А трудовой доблести как узнали? Трудовая доблесть? Приславку? Ну, во-первых, с участием от Ноны Серафимовны был... Совет ветеранов. Совет ветеранов. Ну, привлекли меня, конечно, я сама вроде бы. Потому что я жила здесь, а в Красногорске я работала. И поэтому получилось так, что я где-то попозже уже пришла вот в общественную команду. Вот. Вот. Было в Совете ветеранов. Вот. А сейчас вот трудовая доблесть. Это все в совокупе. Отлично. Знаю, что среди тех, кого вы представили, есть люди, отмеченные почетными грамотами, даже орденами. Я знаю. Да. Алла Андреевна Савченко. Алла Андреевна. Это золотой командир одной из бригад. Номер один, да? Три. Три. Алла Андреевна, ну, несколько слов о себе. Чем занимались, где работали, какие награды заслужили и как пришли в трудовую доблесть? Я не уходила оттуда. Я хочу сказать, что я на фабрику появилась, пришла, приехала после окончания Чеховского механико-технологического техникума по направлению в 1959 году, в апреле. Приехала с Доброхотовой Татьяной Николаевной, вместе учились с техниками и нам дали такое направление. И мы приехали на птицефабрику, на пустое место. Здесь ничего не было. Фабрика только зарождалась. Были только маленькие суточные цыплята приспособлены к помещению в Братцево и целое поле, бригада этих домиков, где мы уже начали выращивать подращенных цыплят. И вот с этого и началась вся эта трудовая работа. Работали, да, еще были девчонки, приехали из школы мастеров, вот они на суточных цыплятках работали. Они первыми начали работать на этой птицефабрике. И когда мы работали, то уже настолько было трудно, настолько было тяжело. Все были рабочими, никакого руководства, никакого начальства здесь не было. И все эти домики деревянные, кормушки деревянные, все это тяжелое. Ручной труд. Вот у девчонки нам всем было 18-20 лет. Ни замужние, ничего. Вот все это как вот с неба свалились на эту птицефабрику. Это вот в 58-м и 59-м году образовалось. Работали очень тяжело. И поилки, и все зимой было, и летом, одним цветом, работа на улице, никаких условий, ничего. А потом постепенно фабрика начала, ну, обязательно работать. Началось строительство птичников, ну, подсобных всех помещений. На фабрике в этот период была всего одна лошадь, никакой техники. Одна лошадь, которая разводила корма по птичникам. А мы вручную из мешков высыпали в кормушки, дальше ведрами наливали воду в поилки. Нашести поднимали такие, чтобы живот опускался вниз. И все это на улице, и все это тяжело. И жили, да, и были без этого, без ничего. Кто в общежитии, кто в бараке, кто на частной устраивались, кто как. И, конечно, это был такой период, просто он всегда помнится. Но когда все это уже потихонечку стало, а, не было ни столовой, мы были такие голодные. Мы постоянно так хотели есть. Ага, и была всего-навсего палатка, вот там, где сейчас памятник вот этому... Обелиску. Обелиску. И в этой палатке были там консервы, хлебы, там кое-чего по мелочи. Вот мы, бывало... А зарабатывали мы копейки. У нас не было совершенно денег ни у кого. Вот получку получим, и работали без выходных почти. Два-три выходных, и считай, что это хорошо. Тебя отпустят. Вот. И без всяких яких. И когда получишь зарплату, пойдешь в эту палатку, побежишь, накупишь вафель, а потом тебя тошнит. Наловпишься их, на самом деле. А потому что... Ну, хорошо. Тем не менее, вот такой самоотверженный труд. Я еще... Подождите. Я еще могу сказать еще. Потом быстро, сейчас я быстро пробегу. Конечно. А то это самое начало. Оно трудное. А потом уже легко начинается. Все стало строиться. У нас цех в основном был фабрика яичного направления. Но стали строить и кормоцех, и ветцех, и лаблажа. Лаборатория. И... Инкубатор. Инкубатор. Инкубатор, прежде всего, да. Для маленьких суцеплят. И это... Жилье. Кролики. И это... Овцы всяких разных пород. Это как они, романовские. Свиноферма. И, между прочим, тут фабрика уже поднялась. Стало давать огромное количество продукции. Миллионер. Она стала знаменитой не только в районе, но и в области. И тут уже и зарплата появилась, строительство домов началось. Начали постепенно рабочих жильем обеспечивать. Да, и настолько было уже легко, и здесь было интересно, да просто интересно жить. Так что мы, фабрика, была связана с наукой уже в тот период. Приезжали из академии ветеринарной, из академии этой, ну, как она наша, сельскохозяйственная. И были, они это, учились как бы на учебу уже к нам. Практика. Да, лаборатория была мощная. Лаборатория по всем статьям. В общем, тут уже зарплата появилась, рабочие были счастливы. Особое внимание администрация уделяла, конечно, рабочим, слесарям и птичницам. И ценила больше всех руководство фабрики в лице Алексея Яковлевича. Это птичниц и слесарей. Вот одна птичница, Индакия Александровна, она была у меня в бригаде. А потом уже это, ну, так она и работала. Отличная птичница. У нас все птичницы были как бы мастерами. Да, мастерами. Настолько ответственны, настолько отлично работали, безукоризны. Не считая ни с временем, ничего. Вот. И даже никаких выходных и проходных никто не спрашивал. Вот. И я хотела еще сказать. И на фабрике было настолько хорошо было, что были, я не знаю, уже те времена. Но все это продолжалось недолго, недолго. Все уже годы уходят, и фабрика уже стареет, и люди, мы стареем, и уже пора уходить. И не то, что уходить, уже здоровья нету. Конечно, был очень хороший коллектив, сполоченный, весь ответственный. Ну, да, в данный момент тоже прошло, но в те времена уже люди стали болеть, уходить. Фабрика постепенно сходит на нет, оборудование было механизированное, стало уже выходить из носа, из нос, и люди стали уже уходить. Очень большое количество умерло и подруг наших, и в общественной работе, которые, председатели фабхомов, парткомов, все уже ушли в иной мир. Вот осталась маленькая кучка, которая, спасибо новому Серафимовне, которая с нами не расстается. Она не расстается. Если говорить о приятном, все-таки я уже сказал, что есть у вас награда, орден. За что получите? А, еще у нас орденов, когда фабрика расцветала, и огромное количество яйца и продукции было, помимо яичного направления, как основного, еще была занята и мясной промышленностью, как говорится. Наш директор был очень хозяйственный, Донской казак, будущий, раньше. И вот завели еще между корпусами, помимо того, что в птичницах были, уток, между каждым корпусом, где свободное время, и в кормоцехе, утки пекинские. Такие утки были черевели, которые были вот на таких тоненьких ножках, а вес у них был по 6 килограмм, они еле ходили. Вот такие утки, мясо появилось на фабрике. Потом гусей завели, потом завели цесарок. И чего только на фабрике, цесарки летали. Там было загорожено сеткой все, и вот летали. И вот, я хочу сказать, и вот утки, наверное, года два, я не помню точно, а второй, третий год уже этот, и вот за утки, за мясо, за количество продукции. Алис Яковлевич, директор наш, награждал всех, и не только, а весь коллектив. Он настолько был благодарный. Птичницы и премии, и хорошие зарплаты, высокие зарплаты, и премии всем, и поездки туристические бесплатные на всю птицефабрику брали. По 20, по 30 человек. Поезда из Красногорска были, и нас отправляли совершенно бесплатно в эти поездки. И еще на теплоходе по Черноморскому побережью, Грузия, где Сталин на нем плавал, заезды в порты, Констанция, Варна, Болгария, Румыния. И 20-30 человек. Сейчас фотографию вспоминаю, что такие все молодые, такие все были забавные. Награжденные. Награда. Награды. И вот за этот вот огромный труд, за то, что мы не спали, не ели, когда у нас было много продукции, вот этих уток, все измучились. А все домой, а мы собираем по канавкам, по ящикам, укладываем их в контейнеры и в ржавки, в ржавки на убой. Своего убойного цеха, который бы убивал уток, не было. У нас была птица, а этого не было. Ну и вот. И награды были, не только это мне одной. Я хочу сказать, вся фабрика получала в те периоды награды. Вот птичница была у нас, Петрова, миллионерша, она получала орден Ленина. А председатель нашего фабкома, Руфин Кондратьевна, она тоже получила орден трудового красными, как и я. Вот смотрите, тяжелый труд. Да. Да, птица-фабрика. Вроде бы казалась, ну, такая профессия, направление... Бригадиром была я. ...не творческая. Ведь вы же сказали, Нонна Серафимовна, что есть у вас в коллективе люди от поэзии к поэзии близкие. Конечно. Правда? Есть у нас. Которые также работали на птицефабрике. Тем не менее, оставалось еще время на творчестве. Да я еще не закончила. Самое главное. Господи, мне самое главное надо перейти к тому, что огромное спасибо и благодарность это Нонна Серафимовне. Мы уже, уже концы в воду, мы уже пали духом, когда все это закончилось. И Нонна Серафимовна нас подхватила, она организовала. Мы Богу молимся за то, что у нас есть такая творческая личность, как вы сказали, заслуженный деятель, искусств, за то, что она еще награждена и медалью за трудовую доблесть. И только из-за того, что она со всем сердцем, она работает с такой энергией, я не знаю, это только от Бога такая может быть энергия, таким магическим голосом, который лечит нас всех. На самом деле, она как скажет, и мы все уже выздоровели. На самом деле. Да, да. Я потому что это знаю. Когда она работала в клубе, а мы все бегали, я еще была председателем суда на птицефабрике, общительную работу большую, все время с Нонна Серафимовной встречались, она нам готовила помещение, и собрания там проводили, и заседания там проводили, все собрания, все Нонна Серафимовна там нами командовала в те времена. И так что, такие дела, что мы давно-давно связаны с Нонна Серафимовной, настолько, что даже и не знаю, и я это благодарна, и молю Богу, и я не знаю, чтобы подольше Нонна Серафимовна жила, потому что нам без нее очень было бы неуютно, нам это не надо. Спасибо, большое. Нам надо, чтобы вы были здоровы. Пора, дайте поговорить, дайте сказать слово, Нонна Серафимовна, не надо, не надо. А я хочу сказать, настолько энергично, настолько зажигательно, настолько она нас всех уважает, настолько она внимательна, она нас не бросает. Не то, что там другой, отработалась, там час-два, до свидания, девочка, я пошла. Она и звонит, и интересуется, и без конца беспокоится. Были вот холода, она старается транспорт нам обеспечить, куда-то, чтобы мы лишний раз не топали, где-то далеко, эти левоморозы. Вот были в воскресной школе, так транспорт организовала, чтобы мы хоть подвезли, потому что падаем, скользко. И вот это такая, это внимательная работа, это такая ответственная работа, и таких людей нету, как Нонна Серафимовна, у нас на поселке. И она по заслугам получает все свои награды. И я бы еще хотела, чтобы она заслуживает большего, чтобы она была бы, как и раньше были многие, я знаю, у меня подруга была, Руфинка Андратьевна, так она за то, что она была тоже бригадиром вместе со мной, и она, что я хочу сказать, что она, когда пошла на общественную работу, еще помимо, потом, после бригадирской работы, она была выдвинута почетным гражданином города Красногорска. И я тоже мечтаю, чтобы Нонна Серафимовна дольше с нами работала, и чтобы она была почетным, гражданином города Красногорска. Может быть, так оно и произойдет. Тем не менее, все-таки, я возвращаюсь к творчеству. Спасибо. Да? Возвращаясь к творчеству, откуда такая любовь к стихам, когда тяжелая работа? Она родилась здесь. Так? Она окончила ульяновскую школу. Нет, конечно. А сейчас сама скажу. Она окончила ульяновскую школу. Я родилась в большой семье. Огромная. И меня родители приучили к труду. До восьмого класса я жила в Латашинском районе, вокруг лесов, болот. И мое вот сейчас, в общем, по жизни хобби, это лес, рыбалка, грибы, ягоды. То есть вы рыбу ловите? Да. Могу. Нет возможности сейчас просто. А если уж про рыбалку взять, где мы только не были. По всем водохранилищам Московской области, и в Астрахани, и на Селегере. И, в общем, закончив школу, а в школе это комсомол, это общественная работа, это походы. Настолько это... У нас был Владимир Иванович Табаленков по физкультуре. Он настолько сплотил вот детей нас. Я, ну, побывала во многих походах и бегала на лыжах, занимала первые места. На первенство района мы ездили, выступала на первенство в области более старшем возрасте. Закончив школу, пошла в техникум экономико-технологический и общественного питания. Ну и поскольку закончу в техникум, вышла замуж, ребенок, а с транспортом-то так плохо было. Меня после техникума начальником цеха в ресторан назначили, но пойти работать не могла, потому что тут уже вскоре ребенок родится и с транспортом плохо. И я, как сыну стала, год пошла работать в детский комбинат. И 8 лет я отработала поваром в детском комбинате. Зарплата маленькая, а хочется нам, молодым, получше жить и побольше получать. Муж тоже у меня, как по жизни инвалид второй группы, тоже небольшую зарплату получал. И я пошла работать на птицефабрику в бригаду крыльководства. В общем-то, и детский сад был от птицефабрики. И так получилось, что всю жизнь я проработала на птицефабрике. Настолько была интересная работа в бригаде крыльководства. Это, начиная от рождения вот такого маленького, как мышонок, даже меньше, мы выращивали больших и хороших животных, которые идут и на мясо, на диетическое мясо кроликов, и на шапки, и на шубы. Вот у нас было до 15 тысяч в летний период поголовья. И работая на крылькоферме, я была бессменным профсоюзным профоргом. И также была депутатом сельского поселения нашего в Путилкове. Ну и как вы говорите, я пришла к поэзии. В общем-то, я очень люблю русских и советских писателей, но те, которые пишут о природе. Некрасова обожаю, Есенина читаю, да и Пушкина, и Лермонтова люблю. И вот однажды ходила и думала, как бы мне свой коллектив поздравить с Новым годом. Думала, думала, в автобусе я думаю, и составила отчет, как мы жили этот год. Пропустила кое-чего. В общем, слушайте его. И о всех я в этом отчете, в таком психотворном. Ну и потом потихонечку, потихонечку, но сейчас у меня уже, я не скажу, что много, в общем, пишу по заданию. Ну, Серафимовна скажет, надо написать 440-летие деревни Путилково. Ну, чтобы написать, сразу не пойдет строка, надо все-таки подумать, о чем ты хочешь написать. Ну, получилось чего-то, написала. Ну, и когда по уходу на пенсию, а мы все время посещали мероприятия, Нонна Серафимовна, концерт, это вечера, и по уходу на пенсию остались мы, в общем-то, ну, почти что без работы, там подрабатывала я немного, еще 5 лет, и также я заинтересовалась вот работой Нонна Серафимовна, Совете ветеранов. Стали работать Совете ветеранов, это проводы в армию, это рождение детей, человек родился, это мы ходим и в школу, ну, до сих пор я состою в Совете ветеранов, и в то же время я как актив, состою в активе, секции трудовая добле, в школу надо сходить, пойдем, там и на 9 мая, и к 8 марта, в общем, посещаем все мероприятия, которые, где мы нужны, и также поздравление с юбилеем наших ветеранов, посещаем, посещаем, ну, вот было, когда отрадинское поселение, ко дню пожилого человека, ко дню инвалидов, подарки были всем, теперь, наверное, не будет этого у нас, аж же. Ну, я думаю, что не надо такой пессимистичный прогресс сделать, я думаю, что все будет хорошо, тем более, что вот в вашем коллективе, Натус Серафимовна, такой замечательный актив, есть еще один человек, здесь присутствующий, Евдокия Александровна, Евдокия Александровна, о котором мы еще пока мало что знаем, Евдокия Александровна, несколько слов у вас, чем вы занимались. Я работала на птицефабрике, работала птичницей, вот уже Алла Андреевна сказала, что она была очень почетная профессия, но, конечно, очень тяжелая, очень тяжелая. Мы собирали по 22 тысячи, вот самый пик яйца, по 22 тысячи каждый день, обслуживали 40 тысяч птиц, поэтому скучать нам не приходилось. Но в то же время мы и получали квартиры бесплатно, и, как у Алла сказала, что мы и по путевкам ездили, и все было, как бы то, и квартиры получили бесплатно, мы могли сейчас тогда заработать и получить, сейчас этого нету, сейчас не знаю, как людям жить. Ну, вот так заработала, была я депутатом, этого района, два раза, а в третий раз у меня мама инсульт был, и мне надо было ухаживать. То есть, мне надо было заниматься третий раз и я ушла. Она все время была при попкоме, забыла сказать. Попкоме я была. По детской работе, у тебя двое детей родили, и пришла ты ко мне в клуб. И провожали все, и в армию провожали, и детей поздравляли, встречали, и все это было, и так вот я до сих пор тут. Понятно. Ну, вот смотрите, интересная ситуация получается. Коллектив у вас потрясающий. То есть, все люди, ну, фактически общественники. Все. Все общественники. Есть организация, которая называется Совет ветеранов. Есть. Почему была необходимость создания еще и отдельной секции трудовая добрость? Вы знаете, так случилось, скорее всего, то ли меня пожалели, то ли я сама не знала, куда деться. Три месяца я себя не могла найти. И благодаря тому, что Мария Ефимовна, зная меня, потому что это невозможно удержать. Это надо такие вожжи, чтобы дома не осталось. Я и дома работаю, много очень работаю. Но я должна с людьми быть рядом. Это невозможно без них. Невозможно без того. Три поколения вырастить. На руку положила, поверьте, 250 детей. А они уже родили. У них уже своих детей полно. Три поколения, это очень много. Как я без них? Клуб, это 38 лет с утра до вечера. И пока рабочие идут, они домой, в 5 часов обязательно идет информация через радио, на улицу. Я правда говорю? Да, правильно. Обязательно. Кто победил, кто отстал, кто курицу стащил. Все это показано. На доске все показано. И такое бывало. А когда уже начали работать хористы, ведь они отработают у себя на фабрике. Это непосильный труд. Молодые, веселые. И они бегут в клуб. Вот такие. В 74-м году, можно? В 74-й год. Это организация, первая ансамбль. А вот такие вот у нас были и мальчики, и девочки. Отчетные. Все бегут, все поют. Вот тут она немножечко помолчала. Ведь Тонечка, сестра ее. У меня была солистка. Хористы начали уже иметь любовь. Там один животик показался, там не пойду, мне интересно с мальчиком побыть. А хор распадается, распадается. И остаются два человека. Две прекрасные солистки. ее сестра Антонина и Виноградова Маргарита. Русский голос обалденный. А как быть? Пустота. Да, и собрания, и встречи, и радостные праздники, дни рождения. Директор Кулешов Алексей Яковлевич всем сделал выходной, воскресенье, общее. У нас был лес, у нас были большие поляны, мы ходили туда отдыхать. А хора-то нет. И вдруг что делать? Александр Назарович ничего, собирает детей. И вот этот вот кусок такого момента трагического. Как же, девочки, ведь не может же быть, чтобы вы забыли, какие бы вы были. Ну-ка, давайте подниматься. И пошел опять народ. Это за 38 лет столько прошло удивительных людей, люди приезжали троем на фабрике, сразу на три голоса, это Редина, я правильно говорю? Правильно. Настенька, и уже готовый материал. И вот это все забыть, и без этого. А в доме столько фотоальбомов, а на каждый альбом, что не просишь, дай на фотографию, постсовет, пожалуйста, хоть копеечку, хоть чуть-чуть, нету денег, нету денег. А скопила. А все равно, идет свадьба, фотограф, ты одну фотографию мне дай. Это все, все вот так вот по 20 копеек себе сэкономлено. Я к чему это говорю? Нельзя жить человеку, который прошел постоянно вот эту кастрюлю. Она варилась, нонка. И тогда Мария Ефимовна говорит, нет, или мы тебя вообще потеряем, или давай, потому что единственное, только отрадинское поселение не имеет трудовой доблести. Ну что ж, клич к ним. Тут Лидочка подошла, Лида, надо поработать. А где? Ну давай на баню пойдешь. Я так говорю. Послали Лидочка на баню, 10 лет на бане. В бане тоже действа, тоже разговоры. Так потихонечку. Совет постоянно менялся от трудовой доблести. Одни приходили, не пойдет, это только посидеть и посмотреть. А нужно здесь. Если ты уже идешь сама, так с тобой должны все работать. Короче говоря, мне очень хочется сказать, что мы сделали. Конечно, это же самое главное. Вот без этого никак нельзя. Есть совет ветеранов, которые выполняют какую-то свою функцию. А трудовая доблесть, нужно же сделать, не повторяться, не гумулировать. А мы никак не можем. Поэтому нужно было что-то еще и придумать, и еще и реализовать. Да. И таким образом, мы в течение шести лет, а два уже года, это точно, все-таки упорно, настойчиво и построена аллея трудовой доблести. У нас, у дома номер один, она имеется. За этой аллеей идет там площадка детская. Много, конечно, домов этих больших. Да, люди там, вероятно, сплоченные, пойдут туда, забушует когда-нибудь лес. Ведь эта аллея была перенесена из Дома культуры Путилкова. 25 деревьев мы все сажали. А когда пересадили туда, на эту аллею, а место-то какое, там были рвы, и там находил защитники Москвы, артиллеристы сидели. Это артиллерия Дома Дохобратцева, Путилкова и Рождествена. И вот эти ямы засыпали глинами-глинами. И так мои 25 деревьев забросили. А до этого, чтобы их перевезти, у нас умирает один из ветеранов войны. И через 9 дней дерево его, которое он посадил, умерло. Я бы могла кому-то не поверить, но это было воочию. Я вызываю, приглашаю Верочку, жену, и говорю, Вер, погибло дерево. Как он умер, и дерево погибло. Она с дочкой пошла в лес, вырвала большое дерево, посадила, и дерево пошло. Но в связи с тем, что клуб убрали, перенесен в дом номер 1 по улице томаровича. Посадили деревья. Только 2,5 дерева осталось от 25. Это дерево Алексея Яковлевича Кулешова, Кудряшову, новому директору, он секретарь комсомольской организации, вот здесь тоже он и в кор ходил, Сереженька. Вот осталось. И Руфина Кондратьевна, рябинка, половинка дерева осталось. Остальные все новые. Но забушует когда-нибудь этот сад. И мы каждый апрель мы выходим туда, скажите, девочки, мы там находимся, мы с удовольствием ухаживаем за этими деревьями. Мы там, к нам и даже гармонистка уже пришла, она наяривает на гормошке в костюме. Ну, в общем, это первая победа была. Вторая победа вот этот музей. Шесть лет. Да, надо сразу сказать, что сейчас мы находимся в здании краеведческого музея сельского поселения Катраднивска, недавно открывшемся. В декабре месяце открытие прошло. Тут людей много-много к этому, как это говорят, руки и мозги приложили. Но это тоже победа. И еще, какая у нас очень добрая мост в 80-х годах проложила воинская часть. Это Марьев Петр Аполлинарич. Через сходнюю реку от Победы до Путилково солдаты проложили этот мост безвозмездно. Алексей Яковлевич тогда, что он сделал? Он самая минимальная цена на воинскую часть. И он кормил эту воинскую часть. Мост жил, работал, трудился и как надо. И в 15-м году он начинает рушиться. на воинскую часть. Хорошо, даю ему и говорю, вот пять пунктов. Если хоть один пункт вы сделаете в ближайшее время, мы будем жить вместе с вами замечательно. Будем дружить. И дружить. Да, конечно. Почитал, почитал. Последним пунктом мост. А что это за мост? Я говорю, Маринский мост, который очень нужен. Победа шла работать на птицефабрику, а птицефабричные жители шли на ткацкую фабрику. То есть вся настолько дружная и работа, и все праздники. Короче говоря, на следующий день он за мной машину присылает. Поехали. Посмотрели этот мост. Вы знаете, в течение пяти дней мост был сделан. Мы с Лидипаловной. Да, звонят. Но, Серафина, вы будете принимать мост? Буду. Дают машину. Или мы пешком пошли? Пешком. Пешком пошли. Пошли пешком, да. Но напекли пирогов. Много пирогов напекли. Чаю сделали хорошего. Приходим. Там подкрашивают, там подделывают. Мостик очень хорошо сделан. Но дорога, вот дорога, вот дорога. Надо на этот мостик вот так ногу ставить. И качаться вот здесь. И с той стороны этого моста. Вы принимаете? Да как же вот будет мамочка ехать с коляской? А как же ветеран? Ну-ка пройдись ты сам. Не принимаю. Ну, накормили. Лидипаловна очень хорошо занимается этим делом. Короче говоря, через три дня десять, сказали, машин туда заложили, чтобы мост не качался, и сравняли с дорогой. Ну, Серафимовна, а вот если смотреть глобально. Да. Да. В чем, наверное, самая главная задача трудовой добрости? Это помочь людям в возрасте, да, скрасить свой досуг? Или же сделать что-то полезное для своего родного поселка, для своего родного? Ну, наша задача, пользу мы видим в том, чтобы провести такие большие мероприятия. В клуб мы уже не можем идти, потому что для нас это далековато. Это первое. Ну, и для всех они привыкли просто вот в этом микрорайоне. Вот здесь мы можем во время пенсии проводить какие-то мероприятия. Ну, то есть не мы можем, а хорошо бы это клубные работники вот это вот вспомнили, но мы до них дойдем. Дальше. Мероприятие. Вот сейчас 23-го числа, в день защитника Отечества, девочки и, значит, Суканов, в 2 часа 23-го будем проводить праздник на стадионе с ребятами. Это конкурсы, это встречи, это соревнования. Это праздник для мужчин мы будем делать. Дальше. 8-го марта обязательно мы будем делать на площади любви огромный праздник для женщин. Мы не заключаемся в маленькие такие, а чтобы вот много было народу. Вот так нам хочется. Ну, она, Серафимовна, к сожалению, время наше ограничено. Мне хотелось бы пожелать вам и всей вашей организации, чтобы вас слышали, с вами считались, вам помогали. Вы слышали? Мы ее любим. Самое главное, всем участникам вашего коллектива хочется пожелать здоровья, сказать большое спасибо за их труд, да, несмотря даже на возраст, на проблемы со здоровьем. Люди ходят, делают общественную работу. Меседу сегодня проводил Максим Мельников. До свидания, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»